29 февраля в компьютерном клубе «Арена-2» прошел городской чемпионат по любимой многими геймерами дисциплине «Контер-Страйк». Что ж, наша передача не смогла пройти мимо столь знаменательного события, и мы решили заглянуть на огонек. В последний день зимы в компьютерном зале «Арена-2» собрались многие команды нашего города, чтобы выяснить, кто из них является сильнейшей по кипердисциплине «Контер-Страйк». Побороться за этот титул пришло аж 19 команд, в том числе «Экспириенс», «СССР», «Эскейп», «Рашн Челлендж» и «Факин Бучерс» в двух ее составах. Некоторые команды укомплектовались прямо перед началом чемпионата, некоторые вообще рождались на месте. Естественно, присутствовали и завсегдаты из всех турниров, такие как «Анлимитед» и «Вестерн Дивижн». Игра проходила по следующим правилам. Версия «Контер-Страйка» 1.6 по системе «Дабл Элиминейшн». То есть любая команда при проигрыше не выбывает из чемпионата, а попадает в сетку лузеров, где у всех еще есть шанс подняться и дойти даже до финала. В качестве ограничения правил было запрещено пользоваться тактическими щитами. Бои проводились на следующих картах. «Нюк», «Ацтек», «Инферно», «Дас-2», «Родиджи», «Трейн» и «Кэббл». Поля сражения выбирались жеребьевкой капитанов команд. В самый разгар турнирных событий мы решили побеседовать с капитанами некоторых команд. Меня зовут Тимур Балавадзе. Мой ник Ками. Играю в команде «Вестерн Дивижн». Считаюсь капитаном. Да, мое имя Индила Игорь. Я играю в команду «Вестерн Дивижн». И мой ник Горыныч. Ну, вообще команда организована давно, но состав поменялся, и мы где-то играем этим составом в неделю. Мое любимое оружие — это АК. Меня зовут Назаренко Максим. Ник Назар. Синдзов Алексей. Ник Лева. Как давно вы играете в КС, и какая версия КС вам нравится больше? В КС играю я около двух лет. Версия мне больше нравится 1,5. Играю около полтора года. 1,5. Меня зовут Рудский Виталий. Я являюсь председателем Калининградской ассоциации кибератлетов. Очень много команд приехало из других городов. То есть у нас 4 команды гостей из области. Могли команды из Литвы приехать, но у них там какие-то свои проблемы были с визой. Так что нормально. Весь день прошел в постоянных и напряженных боях. Компьютеры не выключались ни на минутку, а кулеры гоняли в воздух, как новые пылесосы. Гамм стоял невообразимый. Хорошо хоть команды играли в наушниках и не слышали творящегося в округе безумия. Для того, чтобы посетители не дышали в затылке играющим, был оборудован зрительский зал, где все желающие могли понаблюдать за текущей игрой. Правда, пробиться туда можно было лишь с большим трудом. Но несмотря на это, нашему оператору это все-таки удалось, применив при этом небольшую физическую силу. К сожалению, из-за большого количества играющих команд, финал был перенесен на 5 марта. И в первый день проведения чемпионата определилось только третье место, которое на удивление заняла молодая команда Лордов. Отказавшись играть за второе место, они довольствовались призом в 500 рублей. В финале же встретились вечные соперники. Бывшая команда Impossible, ныне носящая имя Unlimited, в составе Джон, Шадоу, Сандер, Инсайд, Симпсон и Ками, Горыныч, Юнион, Гофан, Серж из Western Division, недоуждающихся в комментариях. Действия финальных баталий разворачивались на Денюк и на Денферно. В итоге призовые места распределились следующим образом. Второй приз в размере 750 деревянных утянули домой Unlimited. Ну и победителями стали ребята из команды ВД. Титул лучшей команды был подкреплен денежным вознаграждением в 1000 рублей. Молодцы, ребята, продолжайте в том же духе. А наша передача будет и в дальнейшем наблюдать за кибержизнью нашего города. Твои пожелания к киберспортсменам нашего города? Ну, чтобы они тренировались более постоянно, значит, с большим энтузиазмом, надо верить в свои силы, потому что, как бы, я вот выступал на российском чемпионате от области, достаточно хорошо выступил, хотя никто в это не верил. Поэтому больше уверенности в себе и больше стремления к победе.